Формат новостей, что произошло на Северном Кипре. Картошка стоит 20 лир. Топливо на Северном Кипре подорожало примерно на 5-6 лир. Жизнь на самом деле на Лумбиче кипит. В любом случае, вы прочувствуете во всей красе этот остров. Смотрите, стоянки уже переполнены. Выходной день, много туристов, отдыхающих. Вообще все, кто тут в принципе даже работает, местные киприоты, приезжают на выходные отдохнуть, позагорать. Всем привет, друзья! Вы на канале Киприотики. Начинаю уже ставшей для меня традицией небольшой формат новостей, что произошло на Северном Кипре за этот, наверное, 2 недели или 3, когда я снимал последние новости. Что я хочу сказать? Потеплело, реально стало сейчас жарко. Последние, получается, 3 дня температура днем очень довольно-таки высокая, за 32-33 градуса. Днем водичка уже прогревается хорошо. Сейчас люди все уже выходят нормально, спокойно купаться на пляж. Видите, у нас тут еще утро, не так много людей, еще относительно, но уже большая часть береговой линии занята отдыхающими. Плюс будет спадет жара, ближе к вечеру вот эта вся площадка, территория с зеленой травой, она будет усеяна небольшими пикниковыми зонами. Здесь будут семьи отдыхать, дети играть, там подростки играть, волейбол, пляжный, там какой-то футбол. То есть жизнь на самом деле на Лонг-Биче кипит. Да, и забыл сказать, что мы находимся на Лонг-Биче, это самая известная пляжная линия на Северном Кипре. Что касается вообще текущих новостей, что произошло и что изменилось? В первую очередь коснемся недвижимости. Недвижимость подорожала, подорожала примерно на 10-15%, если говорить так субъективно. Вот, подорожала аренда квартир. Если аренда квартир раньше 2 плюс 1 стоила в районе, можно было найти там 700 евро за месяц, то сейчас аренда минимум в сезон будет стоить от 1000 евро. Хорошие квартиры в таких комплексах, как типа Кортярд, будут стоить в районе 1500 евро. Вот, посуточная аренда квартир 2 плюс 1 будет стоить 55 евро. Квартира 1 плюс 1 будет стоить в районе 800 евро в месяц, посуточная в районе 45 евро. Ну и студии 600 евро в месяц и 25-30 евро за сутки. То есть, в принципе, вы сами понимаете, что цены на Северном Кипре приближаются, наверное, к уровню цен потихонечку в других европейских курортных зонах. Вот. Что касается топлива. Топливо, обратил внимание, что примерно, может, дня 3 или 4 назад топливо подорожало. Если литр 95-го стоил в районе 18 лир, то сейчас он примерно стоит 22-23 лиры. Что касается топлива на Северном Кипре. Оно подорожало примерно на 5-6 лир. Уже стоит 23-54 литр 95-го. Цены на услуги, цены на продукты. Я вам сейчас тоже потом покажу небольшое видеоотрезок, как я сходил на рынок. Цены на продукты, слава богу, еще не сильно выросли. Но тенденция наблюдается к росту цен. В принципе, как и во всем мире. У нас снова рынок из Келе. Посмотрим вообще, как за эти 2-3 недели, которые я не снимал видео, поменялись вообще цены на рынке. Пойдемте. Ну, вы, наверное, уже сами видели рынок. Я неоднократно показывал его в своих видео. Давайте еще раз вы посмотрите, что он из себя представляет. Опять же, здесь у нас есть и вещи, одежда, шапки, носки, какие-то шорты, майки. И рядочком же соседствует именно продуктовый рынок. Давайте посмотрим предмет на цены. Смотрите, друзья, яблоки у нас немножко подорожали. Раньше были стоили в районе 10 лир, сейчас стоят 13 лир за килограмм. Груши, а бананы по 20 лир за килограмм стоили в районе 12-14 лир. Апельсины стоят 7,50 лир. Ну, цены все-таки растут, как мы видим. Но больше всего меня удивила картошка. Картошка стоит 20 лир. Это против тех 7 лир, которые она стоила раньше, еще там, может, пару месяцев назад. Ну, цена в 3 раза. Короче, я думаю, что лучше всего выгодно заниматься на Кипре именно выращиванием картошки. Много, опять-таки, зелени, овощей, петрушек, разных других салатов. Сейчас самое утро, самый пик. Сейчас самые дорогие сцены на рынке будут считаться. Но, опять же, самые свежие овощи, самые свежие фрукты. Творог. Творог стоит 30 лир. Масло сливочное стоит. Сколько у нас масло сливочное стоит? Масло сливочное. А, 120 лир за килограмм. Опять же, хилим 120 лир. Это, я так понимаю, овечий, а это коровий хилим. Оливки по 35 лир. Пойдем сюда. В общем, видите, происходит такой движ. Все закупаются, все тарятся. Все закупаются, на самом деле, на неделю. Рынок работает только по пятницам. Один раз в неделю. Если хотите купить, если хотите еще закупиться продуктами, нужно ехать в четверг именно по Магусту. Там тоже есть рынок, чтобы закупать. Томаты по 30 лир. О, удивление. Огурцы по 5 лир. Еще недавно они стоили 20 лир. То есть, цена уменьшилась в 4 раза. Видимо, сезон настал. Морковка 10 лир. Лук по 12 лир. Сейчас сезон клубники. Самый пик клубники. Клубника недорогая. По 25 лир у нас. Авокадо. Один авокадо стоит 15 лир. Авокадо здесь, в целом, на Кипре не такой уж дешевый. Но, в любом случае, дешевле, чем картошка, можно сказать. Что у нас еще есть? У нас есть винограды, ананасы. Виноград по 50 лир. Грибы по 45 лир. Дыня сладкая, вкусная, спелая, надеюсь, по 25 лир. Арбуз по 10 лир. Но не знаю, насколько он сладкий. Сейчас проверим. Пока еще не сезон. Арбузы по 10 лир, как мы говорили. В общем, сейчас, конечно, яблоки не самый сезон. Чеснок за 3 штуки 20 лир. Есть еще у нас помидоры небольшие, но это уже не кондиция, по 10 лир. Вот еще чуть-чуть пройдет времени, и скоро будет очень много спелых, вкусных, сладких арбузов. Огурцы самые разной формы, баклажаны и кабачки по 20 лир. Здесь у нас что, стручковая фасоль, опять салатик, огурцы. В общем, в принципе, друзья, основной ассортимент фруктов, овощей я вам показал. Что касается сухофруктов. Ну, цены на самом деле уже, учитывая, что это все-таки привозной товар, они поднялись. Грецкие орехи стоят по 200 лир за килограмм. Есть немножко по, видимо, по свежести они как-то отличаются за 220 лир. Семечки, много всего чего. Вы просто, в принципе, смотрите, я уже не буду повторять эти цены, вы сами просто их увидите. И курс лиры по отношению к доллару я вам, опять же, тоже потом сброшу, покажется на экране. Вот, все, что есть. Морские камушки, инжиры, финики, всяких много сладостей. Здесь все в большом изобилии. Ну, а вот кофейные зерна для турецкого кофе прямо здесь, на рынке, вот на таких аппаратах делают. Специи, опять же, вы видите. Цены. Здесь большое количество самых разных специй на любой вкус. Крупы. По поводу аренды. Много подписчиков мне пишут в личное сообщение, вообще в чат, в телеграм. Дима, можно ли найти недвижимость вообще недорогую для аренды, чтобы приехать там за 150 долларов, за 200 долларов снять квартиру там 1 плюс 1, 2 плюс 1? Что я могу сказать? Такие варианты тоже есть. Реально они есть. Можно рассматривать варианты в городе Фомагуста, в городе Гирне, в небольших таких поселках, городах, но не туристической. Вот, но квартиры там будут соответствовать той цене, за которую, в принципе, и их предлагают. Я пообщался, у нас есть знакомая, зовут ее Катя, которая сняла жилье в Фомагусте, и она тоже немножечко расскажет о том, каким образом, какая квартира ей попалась 3 плюс 1 за 150 долларов. Друзья, познакомьтесь, это Катя, она недавно переехала на Северный Кипр вместе с детками. Расскажи, пожалуйста, более-менее так кратко, сильно не буду тебе там уже задавать вопросов много, про ту жилье, квартиру, которую как ты выбирала, где ты квартиру нашла и сколько эта квартира стоит? Ну и вообще про плюсы и минусы жизни в городе Фомагусте для себя. Ну, эту квартиру Фомагусте мы нашли через риелтора, поскольку через собственников очень тяжело найти, без комиссии, без риелтора. Видимо, собственники боятся сами сдавать, тонкостей документальных каких-то не знают, и, как правило, там аренда только через риелторов. Я выбирала район, чтобы он был близкий к школе, чтобы это был более-менее спокойный спальный район недалеко от моря, подальше от шумной улицы. Нашли мы квартиру за 150 долларов, 3 плюс 1. В принципе, квартира такая хорошая, просторная, в нужном районе, так как надо, но за такие деньги приходится терпеть некоторые минусы. Ну, например, то, что грязные площадки, местные жители там совершенно не убираются в подъездах, в придомовые территории не убираются совершенно. Около дома там нет, например, для детей какой-то детской площадки, чтобы я могла рядом, да, они гуляют, я могла их видеть. Какой-то зоны отдыха, то есть там есть детская площадка, небольшой парк, но туда нужно идти. Да, смотрите, на самом деле вот снять квартиру вообще 3 плюс 1, тем более вот сейчас период активный, когда приезжает много людей сюда. И не только как туристы, но и проживать. Ну, это кажется вообще очень смешной ценой. Нереальной. Нереальной смешной ценой. Потому что сейчас квартиры 3 плюс 1, там в районе Лонг-Бич, там тоже самое Асанжаки и так далее, будет стоить в месяц, да, если не брать долгосрок, ну, не меньше 3 плюс 1, ну, не меньше 700-800 евро. Это просто минимум. А в реальности хорошая квартира, комфортабельная для туристов, там, с хорошим, там, этим ремонтом и так далее, они там просто цены космические свыше 2000 евро в месяц. Понятное дело, что у Кати не стояла задача, там, вот, жить в таких комплексах, потому что она, во-первых, здесь, ну, нашла для себя работу. Зарплата, понятное дело, не прокроет таких расходов на квартиру, поэтому выбирался, пришлось по соотношению цена-качество расположения. И в этом плане, конечно, города, вот типа Фомагусты, Гирны, они, наверное, являются более удобными и более дешевой недвижимости, там можно найти варианты. Ремонт никто сейчас, ну, не собирается там делать, потому что, ну... Там просто стены покрасили. Да, покрашены стены, наверное, скажем, плитка лежит на полу, да? На полу ламинат. А, даже ламинат лежит, да? То есть это большой плюс этой квартиры, да, что есть ламинат, есть ванная, есть водочиститель, то есть плюс-плюс есть, да. Ну, один самый большой минус, то, что там на балконе жили голуби, и плюс к этому на этот балкон сверху льется вода. Да, найти мы жильцов там не можем, постоянно двери закрыты. А соседи говорят, что какая бы ни была проблема с канализацией там или еще что-то, белье разводят руками и говорят, решайте вопрос своими силами, либо вообще не приезжают. То есть вот о чем я и говорил в своих видео предыдущих, то есть когда вы покупаете квартиру в отдельно стоящем доме, не в комплексе, соответственно, вот все моменты, связанные там через 5, через 10 лет с обслуживанием дома, с его внешней стороной, там внутри, там чем-то там эксплуатационными, они будут ложиться на плечи жильцов. Но вопрос, кто там будет жить, либо это, если постоянные жильцы, которые не меняются, да, можно как-то договориться, но если это меняющийся потоп людей, которые, в принципе, не заинтересованы в том, чтобы как-то там улучшать условия, то сами квартиры, в принципе, со временем, там через 5-10 лет, они реально теряют свою привлекательность, в том числе и финансовую, их стоимость в разы меньше. Поэтому вот этот момент, на самом деле, важен для покупки жилья, чтобы оно было ликвидным, все-таки это жилье должно находиться в каком-то комплексе, желательно, да, либо должна быть в этом доме обслуживающая организация. Вот, расскажи, вот за вот этот период уже, ты уже сколько на Кипре получается по времени? Почти 3 месяца. У меня была работа, просто я ее потеряла, неожиданно, онлайн работа. Онлайн работа. И, в принципе, она уже нашла, как бы сейчас, хотя бы, чем заняться, но в целом, как вся Кипр, в сравнении, там, где ты была, вот в другой стране. До этого мы жили в Египте 10 месяцев. Ну, есть свои плюсы и минусы. Здесь плюсы, то, что много зелени, цветов, то есть это очень красивая природа. Услада для глаз намного лучше с выбором товаров, продуктов. Ну, по ценам, даже с подскочившими ценами здесь, после Египта, нам казалось в первое время, что это очень дешево. То есть в Египте все немножко подороже. Дешево, да. А сами люди, отношения у этих местных, вот киприоты с вами и вот египтяне, да, получается? Да, в принципе, египтяне они тоже дружелюбные, они, в принципе, дружелюбные, но когда дело касается плотно, если начинают с людьми работать, то у них есть такой минус, у них желание всех обмануть, даже своих. Ну, то есть я не знаю, может быть, здесь еще я не сталкивалась. То есть все зависит, на самом деле, от людей. Идет, друзья, хорошего дня. Что касается вообще еще квартир, вилл, апартаментов, готовая недвижимость на Северном Кипре. Смотрите, сейчас рынок идет с застройщика. То есть они почему поднимают цены? Потому что большой спрос у покупателей есть. Понятное дело, что рост цен на стройматериалы, на другие ресурсы, подорожала земля, земельные участки, да, и понятное дело, что застройщики они все эти свои затраты вкладывают в конечную стоимость объекта. Входим в виллу, 3 плюс 1. Это небольшая у нас гостиная, коридор такой. Справа от нас находится, вот именно вот это я имею в виду гостиная. Большая, смотрите, печь. Здесь, в принципе, пространства хватает для того, чтобы диван разместить. Здесь, получается, еще один диван, полка с телевизором. Ну, камин реально огромный. Аккуратно, все чисто, много света. За счет того, что сейчас окна, конечно, за ралетами, но первое раз окно, два большое окно в пол и три окно. Есть кондиционер. На полу лежит плитка. Дальше у нас тут располагается зона кухни, обеденная зона. Вполне себе просторная. Прячется вот под такой лестницей, и места хватает. Окно. Большая угловая кухня с барной стойкой. Она есть ДСП, но, знаете, все довольно аккуратно. Вот реально. Заходи и живи. Окно напротив мойки. Даже поставили металлические защитные ралеты этот. Но, в принципе, решетку. Но зачем она нужна здесь, на острове, я не понимаю. Поднимаемся с вами на второй этаж. Здесь у нас находится небольшая комната. Я бы сказал, как рабочий кабинет можно было спокойно организовать это. Потом санузел. Тут он безбольшой кабинет, то есть гостевой туалет. Поднимаемся по лестнице. Есть окно для освещения. И наверху располагаются три полноценных комнаты. Справа располагается первая комната. Квадратной формы. Спокойно помещаются две кровати, кондиционер, окно. Все, так знаете, чисто, аккуратно. Мне вообще нравится. Вторая комната. Еще две кровати. Два окна уже имеет. Встроенный шкаф в стену. Третья комната. Хозяйская. Имеет большую двуспальную кровать, две тумбы. Окно одно, окно второе. Сейчас они зашторены, поэтому, ну, закрыты ролетами, поэтому света немного. Шкаф в стену. И есть проход еще в зону, где находится душевая кабина, туалет. И второй туалет. С ванной. Тут даже есть полноценная ванна. Чего на острове сейчас очень мало у застройщиков. Смотрите, территория. Вот вход отшляется в эту виллу вот по такой дорожке. На машине подъезжаешь сюда. Под сама вилла сверху. Смотрите, я не сходил. Тут терраса еще огромная наверху находится. Там будет с нее вид на море. Есть место для парковки автомобиля. Зона как раз таки вот эти камнями сделали. Можно сделать тут нормальную лужайку. Сделайте, будет вообще шикарно. Блин. А я-то еще тут не видел. Тут еще есть классная терраса, которую можно спокойно выйти, поставить стол. И даже с высоты, даже с этой площадки уже видно море. А сзади горы открываются. Сзади располагается у нас переддомовая территория. Тут примерно 4 сотки в общем округ. Вот. То есть, в принципе, да. Она не такая большая территория. Но еще то, что она уходится в комплексе, все равно, в принципе, отделена от... Ограждена от других домов, отделена вилла. То, в принципе, это на самом деле не мешает ничему. Ну, все очень аккуратно. Тишина и спокойствие. Это комплекс реально большой. Тут 125 вилл и тенхаусов. То есть, нету квартир, апартаментов. На территории есть свой тоже бассейн. Выход к морю хороший. Понятно, что там как таковых больших пляжей нету хороших. Но есть бассейн, который закроет все ваши основные потребности для отдыхающих. Все чисто, аккуратно. То есть, видно, что за территорией ухаживают. Причем тут ухаживают за территорией не управляющей компанией именно, а именно государственная, муниципальная служба. Поэтому здесь все на очень хорошем высоком уровне. Мейтеннесс тоже здесь недорогой. Поэтому это, я бы сказал, идеальное место для тех, кто рассматривает формат дачи. Для тех, кто, в принципе, готов даже переехать в такой комплекс, любит тишину, спокойствие и любит, чтобы все-таки было все это в нормальном состоянии. Не заброшено где-то стояло с мусором, а вот как раз таки вот в чистоте, в порядке. На самом деле, довольно быстрый рост цен на недвижимость на Северном Кипре предопределили не стоимость сырья на стройматериалы эти, не стоимость земельных участков. А мне кажется, ну это мое субъективное мнение, наверное, больше спрос сказался у людей. Большое количество людей приезжает сюда в поиске готовых вариантов, в поиске объектов, которые находятся в стройке. И даже застройщики не были готовы к такому буму, буму спроса. Соответственно, получается дефицит, который обуславливает как раз таки этот рост цен. Я думаю, все равно какой-то период это все таким образом расти не будет так быстро. Везде есть определенный предел. И пределом отемляется та цена, за которую человек готов оплатить недвижимость в непризнанной республике. Ну, что касается в целом ситуации на Кипре, вообще погоды, природы. Друзья, я вам рекомендую в ближайшее время, если вы собираетесь рассматривать северный Кипр как место для того, чтобы отдохнуть, приехать сюда, насладиться этой природой, всей этой красотой. Да, сейчас, конечно, будет немножко жарко в сравнении с периодом месяц назад, но в любом случае вы прочувствуете во всей красе этот остров. У вас есть такая уникальная возможность приехать на ознакомительный тур от 3 до 5 дней. Я вас встречу трансфером, размещу вас в хороших апартаментах. Мы с вами определимся по плану нашего посещения острова, экскурсии. Я вам покажу все районы, достопримечательности Северного Кипра. Вы выберете тот объект недвижимости, который именно нужен вам действительно. И, соответственно, вы получите, совместите и небольшой отдых, и так называемую поездку по вопросам приобретения недвижимости. Вся информация находится в моем телеграм-канале Северный Кипр от А до Я. Также вы можете написать в личные сообщения. У меня есть инстаграм, есть телеграм-новидский блог. В общем, друзья, пишите комментарии, задавайте волнующие вас вопросы. Я постараюсь на них ответить. Подписывайтесь на мой ютуб-канал Киприотики. Подписывайтесь на телеграм-канал Северный Кипр от А до Я. Ну и до встречи на Северном Кипре. Северный Кипр от А до Я.